Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Ржевского мемориала советскому солдату в Тверской области задал вопрос Владимиру Мединскому, помощнику российского коллеги Владимира Путина. Их беседа, прошедшая в присутствии Путина, попала на видео, которое опубликовала в своем телеграм-канале телеведущая Ольга Скобеева. «Слушай, ну ты историю знаешь? А вот первый бой в какой день начался здесь, под Ржевом?» — спросил белорусский лидер у Мединского. По образованию Лукашенко является преподавателем истории и обществоведения. Помощник Путина, немного озадачившись, не ответил прямо на вопрос, а сперва напомнил, что мы оставили Ржев практически без боя за один день осенью 1941 года. «Когда началось контрнаступление под Москвой, потом уже, как бы так, честно говоря, нахрапом, мы попытались как можно больше», — продолжил Мединский. На этих словах его прерывал некий мужчина, который обратился к нему сзади, положил руку на плечо и сообщил, что бои под Ржевом начались в октябре 1941 года. 30 июня Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату. Мемориальный комплекс представляет собой бронзовую скульптуру солдата высотой 25 метров, музейно-выставочный павильон с мультимедийным оборудованием и 55-метровую аллею со стенами, на которых высечены фамилии около 18 тысяч человек, павших в Ржевской битве, чья гибель документально подтверждена. Владимир Мединский занял пост помощника президента после смены состава российского правительства в январе этого года. На этой должности он, в частности, курирует государственную политику в исторической сфере. В течение 7,5 лет до работы в Кремле чиновник возглавлял Министерство культуры России. Также Мединский, приехавший на открытие Ржевского мемориала, раскрыл подробности создания памятника. «Понимаете, здесь всё вручную, продумывалась каждая деталь. Мы сидели со скульптором и архитектором буквально у меня за столом и думали, что должно быть – винтовка или автомат ППШ, шинель или плащ-палатка. Выбирали черты из разных лиц, чтобы получился собирательный образ», – сказал Владимир Мединский. «Были варианты, что это будет умудрённый солдат, но на самом деле здесь гибла молодёжь 20-летняя». Мединский отметил, что идея создать памятник принадлежала ветеранам Великой Отечественной войны. «Главная задача – увековечить забытую битву под Оржевом». «Здесь под Оржевом была заложена основа побед под Сталинградом. У нас это замалчивалось, потому что бои шли долго. Все наступления были с очень ограниченным успехом и очень большими потерями», – добавил Мединский.